Родители обманывают и втемяшивают заведомую ложь для того, чтобы снизить угрозы социального взрыва и массового недовольства. Как сказал бывший первый замминистра Витя Болотов, что знания не нужны, все можно погуглить. Да чтобы его оперировал тот хирург, который во время операции на сердце Болотова будет гуглить, что он делает, какие инструменты надо взять. Вся цифровизация – это мыльный финансовый пузырь с радужными пленками. Технологии, которые нам предлагают, приведут к распаду общества на социальные слои богатых, бедных, обеспеченных. Переход на дистанционное образование в масштабе всея Руси приведет к краху российской системы образования. Очное образование, когда личность воспитывает личность и личность передает знания другой личности, незаменимо в воспитании полноценного специалиста и полноценного гражданина. Что у нас происходит, можно описать довольно коротко. Происходит движение от плохого к худшему. Таким образом, если ситуация будет предоставлена самому себе, самой себе, или продолжать развиваться в том же ключе, то произойдет окончательный распад с утратой традиций советского российского образования. Ну и в дальнейшем это чревато самыми печальными последствиями. Скажем, переход на дистанционное образование чревато ухудшением образования в регионах. Это, безусловно, поведет к утрате социальных лифтов, которые позволяли всем Ломоносовым из своих холмогор, если они талантливы и способны попасть в орбиту Академии наук и стать ведущими учеными, влиять на развитие образования науки в стране и так далее. Кто запустил? Это как раз очень интересный вопрос. Я боюсь, что мы с вами не узнаем ответа на этот вопрос, но есть интереснейшая деталь. В начале 2000-х годов я удостоился приглашения американцев на их ежегодный семинар, который проводит небольшой частный институт в Парк-Сити. После Олимпиады в Солт-Лейк-Сити собрали американцы, представители десятка стран, система образования которых им была интересна, и организовали там семинар, в котором настоятельно изучали систему образования этих стран. Вот там в числе двух членов российской делегации был и ваш покорный слуга. И потом к нам появилась в конце этого семинара Элен Вулфенсен, жена бывшего председателя Всемирного банка Пола Вулфенсена. Я помню ее замечательную цитату. В переводе на русский она практически дословно звучит так. «Мы считаем, что Россия недостаточно богатая и цивилизованная страна, чтобы иметь общедоступное, хорошее образование. И у нас есть инструменты, чтобы довести нашу точку зрения до тех, кто руководит тенденциями или управляет образованием в вашей стране». Очень трудно сформулировать точно, кому же принадлежит начало. Дело в том, что так же, как с развалом Советского Союза, люди, которые влияют на принятие решений, могут быть двух категорий. Сознательные разрушители и люди, которых используют в темную. Кто к какой категории относится, сказать довольно трудно. И какие благие намерения выльются в какие результаты, сказать тоже довольно трудно, потому что цель может быть благой, инструмент может быть хорошим, но надо понимать, для каких целей он создан. Вот вы не помните, для чего французский врач Гильетен изобрел гильотину? Нет? Никогда не интересовались? Гильетен был врачом, а в те времена, когда не было наркоза и не умели останавливать толком кровотечение, больные, которым необходимо было удалить руку, ногу, больные очень часто умирали от болевого шока. И он придумал этот инструмент для того, чтобы быстро ампутировать конечность, и за это время больной не умер от болевого шока, а дальше ушить рану и спасти человеку жизнь. Так что, к сожалению, увы и ах, инструмент, созданный для благих целей, очень часто превращается в орудие казни. Я могу с грустью сказать, что свобода, которая была у педагогов в 90-е годы, им платили очень мало, но зато не мешали хорошо работать. Мы пережили в 90-е годы внутреннюю миграцию, когда многие ученые и педагоги, кроме отъезда за границу, это миграция внешняя, мигрировали в другие профессии. Кто челноками ездил в Турцию или в Италию, продавал потом шубы и шмотки, кто ушел в другие профессии. Вот мы это пережили, но тогда была свобода, и это было время, когда был, как ни странно, на нищете расцвет творчества тех, кто оставался в профессии и хотел работать. А вот потом мы начали сознательные реформы. Причем решения очень часто принимались либо непрофессионалами, что происходит и до сих пор, либо людьми, которые обладают, как это я называю, должностной компетентностью. Вот если я нахожусь на какой-то должности и у меня данного права принимать решения, значит, я компетентен их принимать. Более того, никакого, по сути, общественного обсуждения реформ не было и не было обещанных экспериментов. Ни для кого не секрет, что одним из проводников реформ был Ярослав Иванович Кузьминов, ректор высшей школы экономики. С ним связано продвижение ЕГЭ, баллонской системы и так далее. В начале 2000-х годов он был сопричедателем РОСРО вместе с замечательным человеком Кокошиным, который тоже был сопричедателем. Мне посчастливилось тогда побывать на некоторых, скажем так, сходках реформаторов, потому что в те времена я был помощником тогдашнего сначала зампредседателя, а потом председателя профильного комитета Госдумы Александра Владимировича Шишлова. Поэтому я очень хорошо видел механизмы, которые запускались. Скажем, Ярослав Иванович Кузьминов в ответ на вопрос, а что делать, если общество не одобрит, отвечал очень просто. А я же председатель, по-моему, комиссии по образованию назывался, общественной палаты Российской Федерации. Мы одобрим. И вот получалось, что одной рукой он предлагал от имени информаторов какую бы то ни было реформу, а другой рукой, как якобы общественное обсуждение, общественное мнение, в общественной палате это одобрял. Мне это сильно еще тогда напомнило знаменитую поэму Твардовского «Теркин на том свете». Это будто бы машина скорой помощи идет, сама режет, сама давит, сама помощь подает. Так что фактически реформы были без обсуждения. Никогда, ни за один эксперимент в образовании никто не ответил. Мы до сих пор не знаем про многим параметрам ни авторов документов, начиная от реформы образования и введения ЕГЭ и кончая реформой Российской Академии Наук. Мы не знаем авторов, мы не знаем праведников и не знаем, был ли какой-нибудь честный эксперимент хотя бы в одной из реформ. Как только реформаторов просят подвести итоги эксперимента, обсудить его, так немедленно выкидывается новый флаг, и под новым знаменем нас призывают двигаться в какую-нибудь совсем другую сторону. Обычно говорят, ну как же, ЕГЭ вводили, был эксперимент по введению ЕГЭ. И вот давайте попробуем, тут даже и разоблачать не надо, давайте попробуем просто обсудить жульнический тезис. Не было эксперимента по ЕГЭ. Что такое эксперимент с точки зрения ученого? Берется две группы кроликов, экспериментальная и контрольная. Одним лекарства дают, другим не дают, а потом и сравнивают результаты. Сколько выздоровело? Так вот, на официальном заседании коллегии министерства, где обсуждали якобы эксперимент по ЕГЭ, все было сказано честно. Был проведен эксперимент по внедрению технологии ЕГЭ. А вот за сам ЕГЭ никто не отвечал. Прежде всего, и я много раз об этом говорил и писал, ЕГЭ переформатировал все наше образование. Во-первых, он переформатировал среднюю школу, потому что тем самым мы дали возможность людям в старших классах, многим говорить, Мария Ивановна, я на ваш урок ходить не буду, мне по вашему предмету ЕГЭ сдавать не придется, а его не родители наняли хорошего репетитора, он меня подготовит к математике или к обществознанию, вот это мне нужно. Таким образом, мы позволили впервые школьникам говорить, что они недобросовестны и дали им свободу не учиться, а учителям по многим предметам свободу не учить. Как вы считаете, можно ли создавать какой-нибудь ответственный общественный организм, например, школу или социальный институт, который будет терпеть прямые заявления о том, что аттестат вы мне дадите, а вот выполнять ваши правила я не буду. Так что ЕГЭ переформатировал школу по многим предметам, многие учителя вместо того, что они должны делать, а именно прохождение школьной программы. Превратили свои уроки в курсы по подготовке сначала ГИА к аттестации за 9 класс, потом к ЕГЭ, и на эти курсы не обязательно. Более того, Москва подкрепила это позорнейшим введением базового ЕГЭ. Я как-то, когда вводили базовый ЕГЭ, не профильный, который можно подавать в ВУЗ, а базовый ради аттестата, я провел эксперимент. Я взял у себя в кружке четвероклассника и попросил его сдать этот ЕГЭ, дав ему эти задания. Там на троечку требовалось решить 4 задания. 4 он решил за 15 минут, спросил, вот тут какие-то непонятные зачечки, палочка и два кружочка. Я ему объяснил, что такое проценты, он еще их не проходил. Тогда он решил и 5. В общем, четвероклассник грамотный и вдумчивый способен был сдать базовый ЕГЭ, не обучаясь в старших классах средней школы. Это фактическая девальвация самого процесса обучения. И государство это поощряет. ЕГЭ переформатировал ВУЗы и обучение в ВУЗах вместе с Болонским процессом. Как? А очень просто. Вот мой дядя когда-то работал в Питере на военном заводе на почтовом ящике и был токарем. В какой-то момент его бригада не выполнила план. К нему пришли ответственные товарищи и спросили, Виталий Николаевич, почему ваша бригада не выполнила план? Он ответил, не было стали нужной марки. Ну как? Вы же токарь высшего шестого разряда. Вы же могли за счет улучшенных методов обработки. Он ответил довольно грубо, но честно. Никакие улучшенные методы обработки не сделают, как бы это повежливо, из пластилина пулю. Ну там был не пластилин, а другое вещество. Но вот тем не менее. Ему угрожали тем, что он положит партбилет на стол и так далее. Ну вот понимаете. Причем тут ВУЗы, а очень просто. С ВУЗов спрашивают за качество подготовки специалистов. ВУЗ не имеет никакого отношения к тому, кого он принимает. Он берет не то сырье, из которого он ответственно возьмется этих специалистов подготовить. Он берет тех, кого ему ЕГЭ пошлет. Потому что в тот же военмех очень часто идут вовсе не люди, которые всю жизнь мечтали строить ракету. Или конструировать, собственно, двигатели ракетные. А идут те, кто хочет попасть в ВУЗ. И кому хватит баллов, чтобы поступить на эту специальность этого ВУЗа. А ему хочется выбраться очень часто из провинции в крупный город. Ему хочется получить диплом престижного ВУЗа и так далее. То есть фактически ВУЗы не имеют никакого права выбирать себе контингент, сырье, из которого они готовят специалистов. Более того, они даже не имеют толком права в этот процесс вмешаться. И вот тут опять вспомним Ярослава Ивановича Кузьминова и один из моих конфликтов с ним. Второе, я тогда был всего лишь помощником председателя Индумского комитета, Ярослава Ивановича, председателем РОСРО вместе с Кокошиным. Вот. Он тогда сказал, ему задали вопрос. Но как же так? Вот некоторые ВУЗы требуют специальной подготовки. Ну, скажем, творческие, театральные. Есть ВУЗы, в которых конкурс будет очень высокий со всей страны. И был ответ очень простой. А мы разделим ВУЗы на три категории. Категория А, Б и остальные ВУЗы. Ну, что такое категория А? Это те, которые имеют право проводить свои вступительные экзамены по предметам, которых нет в обязательном ЕГЭ. Ну, скажем, если театральный ВУЗ, то танец, чтение, пение, актерское мастерство, консерватория. Ну, все-таки по ЕГЭ не примешь экзамен по музыке. А что такое группа Б? А группа Б – это ВУЗы, которые имеют право проводить собственные дополнительные вступительные экзамены. Сейчас это называют ДВИ. Даже по тем предметам, которые есть в ЕГЭ. Ну, и кто будет к ним относиться? Ну, немного ВУЗов. Скажем, Московский университет, Высшая школа экономики, ректором которой он являлся. Ну, и все остальные ВУЗы. И вот в этот момент ему был рассказан очень старый анекдот. Анекдот времен социализма. Когда прежде чем студент защищал диплом, он сдавал госэкзамен по научному коммунизму. Вот анекдот звучит так. Студент вытаскивает билет на госэкзамене и говорит, сравнительные характеристики движения общественной мысли на Западе. Ну, он отвечает преподавателю, ну, их же очень много. Какие сравнивать? Ну, преподаватель говорит, ну, выберем какие-нибудь два. Ну, скажем, сионизм и коммунизм. Так говорит студент. У них есть общее. Преподаватель в шоке. Какой же общий сионизм и коммунизм? Ну, как? И то, и другое придумали евреи. Ну, скажем, младший еврей. Да, говорит преподаватель, ну, вы давайте больше про разницу. А студент отвечает, знаете, а вот про разницу я понять как раз и не могу. Почему же сионизм для себя, а коммунизм для русских? Ну, вот Ярослав Иванович, рассказали этот анекдот, спросили, почему же для всех ЕГЭ без права выбирать все студентов, а для высшей школы экономики дополнительные вступительные экзамены. Он покраснел, и после этого долгое время с тем, кто рассказал этот анекдот, несколько лет не разговаривал. Так вот, повторяю, это сегрегация сначала вузов, потом приведет она к сегрегации регионов. У ЕГЭ есть, кроме того, что она, как я объяснил, переформатировала школьное обучение и переформатировала обучение в вузах, потому что не поставляет достойных студентов. Математика, которая нужна, чтобы учиться, как говорили в Питере, в тряпочке, в целлюлозу бумажной промышленности, и математика, которая нужна для тех, кто строит ракеты в НМЕХе или в МФТИ, это разная математика. Одним единым экзаменом ее не охватить. Контингент должен отличаться, а значит, должен отличаться и сам экзамен. Так вот, ЕГЭ переформатировал и социальную структуру происходящего, потому что школа теперь не имеет статуса самостоятельного общественного института. Школе, как общественному институту, учителям плюнули в лицо. Им сказали, что они либо тупицы, либо мерзавцы, либо и то, и другое. Почему? Очень просто. Мы доверяем школе и учителям самое дорогое, что у нас есть – образование и воспитание детей. И заметим только, что в мае президент внес в Госдуму президентский закон о воспитании, о воспитательной работе с молодежью, в частности, в школе. Но мы не доверяем школе право выдать ей, школьнику, аттестат по итогам обучения в школе. Потому что аттестат теперь выдается по итогам экзаменов совершенно посторонней надзорной организации, Рособорнадзора, которую проводит ЕГЭ. То есть учители обвиняют либо в том, что они некомпетентны оценить знания учеников, либо они мерзавцы, которые либо завалят школьника и не поставят ему заслуженную оценку, либо поставят двоечнику, четверки и пятерки, но, наверное, за взятки. Укажите мне общественный институт, который не имеет права ставить собственного знака качества, собственного клейма на свою продукцию. Только школа, которая не имеет права выдавать аттестаты по результатам обучения. Я помню, как много раз я видел при социализме, что, открывая коробку конфет, я вижу там смена такая-то, упаковщик такой-то. И мне понятно, кому предъявлять претензии, если в этой коробке не хватает конфет в штуках, граммах или по качеству продуктов. Смена, упаковщик, выпускающая конфеты фабрика. Сейчас школа этого права лишена. Пока еще не лишены вузы. Они выдают дипломы по результатам собственной работы. Таким образом, школа потеряла самость, вот не самостоятельность, а самость, и статус самостоятельного института. Это плевок в лицо всему профессионально-педагогическому сообществу. С вузами примерно такая же ситуация. В погоне за контингентом при нормативно-подушевом финансировании сколько школьников на столько денег, сколько студентов на столько денег. Вузы перестали отчислять или, во всяком случае, задумались об отчислении дворечников. Потеряешь контингент студентов, потеряешь деньги. А деньги нужны, чтобы сохранить штат коллифицированных преподавателей. Научные лаборатории, научные исследования. Таким образом, мы заставили и школы, и вузы бороться не за качество образования, а за сохранение контингента. Ну и, наконец, ЕГЭ страшной силой, пылесосом вытаскивает способных абитуриентов из провинции. И большая их часть туда никогда не вернется. Вы не смотрели фильм «Председатель» с Михаилом Ульяновым в главной роли? Там есть замечательный эпизод «Председатель колхоза», которого играл Ульянов, фронтовик однорукий, смотрит на колхозников, которые подали заявление на обучение в вузы. И вот там один колхозник, кузнец, он спрашивает, ну а ты в какой вуз собрался? Тот говорит, в порнографический. Ну, вокруг часть народа смеется. Он спрашивает, нет, не отпущу. Не отпущу. Собирался он в полиграфический. Потому что если отпущу, тем самым я признаю, что любая, самая бросовая, самая жряшная твоя судьба в городе ценнее того, что ты делаешь здесь. А ты у меня лучший кузнец. Так вот ЕГЭ точно так же тем, что он не мечту лелеет, кем человек хочет быть, за какой специальностью он поедет. ЕГЭ как пылесосом высасывает тех, у кого баллов хватит, чтобы поступить в Московский, Питерский или любой вуз города-миллионника высасывает из регионов. А простите, выпускники Питерского горного института или Московского института нефти и газа имени Губкина, они не поедут ни в Кемеровскую область, они не поедут в Республику Коми работать сменным мастером на буровую или в шахту. Если поедут, то только большим начальником, замначальника Треста и так далее. А мы хотим, чтобы у нас обрушивались шахты, мы хотим, чтобы у вас горели буровые вышки. Кадры нужны и там. Раньше местный политехнический вуз выпускал нужных специалистов для региона, и они хорошо знали, какие знания понадобятся выпускнику этого вуза для работы в региональной экономике. А сейчас у нас перспектива обескровить региональную экономику, оставить ее без кадров. Московские, питерские медицинские вузы не снабдят врачами, даже если здесь учат лучше, всю Россию. И в моей родной деревне Лужского района вряд ли будет такой же контингент врачей по всем специальностям, как в Петербургской больнице или в Ленинградской областной клинической больнице. А в Сибири есть, между прочим, села, в которые просто так не доберешься, дорог нет, в период разлива рек. Поэтому и точно так же со школами. Нехватка учителей – это глобальный процесс. Так вот, учителями, врачами и специалистами для региональной экономики регионы России должны снабжать региональные вузы. А ЕГЭ их обескровил. Да, он дал талантливому ребенку возможность учиться в столичных вузах. Но, тем не менее, у этой палки два конца. И один из них гораздо опаснее для России, потому что распады региональных экономик чреваты тем, что у разных регионов могут оказаться разные интересы и может привести в конечном итоге к распаду страны. Ну, дельные княжества, а может быть и в государственном смысле. Поэтому ЕГЭ явился глупостью или вредительством, я не знаю, масштаба бедствия для этой страны. И те минусы, о которых предупреждали, в частности, я предупреждал другие люди, предупреждали людей, которые вводили ЕГЭ, эти минусы почему-то сбылись, а ничего из плюсов, которые они обещали, не сбылось. Вот вы вряд ли даже помните слово ГИФО, не помните? Кроме трехбуквенных ругательств ЕГЭ, ГИА, ОГЭ, было четырехбуквенное слово ГИФО. Это был один из флагов, под которым мы шли следом за ЕГЭ. Школьнику в зависимости от результатов экзаменов давалось государственное именное финансовое обязательство ГИФО. Деньги на оплату полностью или частично его обучения в ВУЗе. Но понятно, что это школе нельзя доверить. Учителя же, безусловно, мерзавцы поставят за какую-нибудь взду высшие баллы. Это должен быть единый государственный экзамен, честно проводимый и уникальный для всех. Оставим в покое утечки ЕГЭ, которые были во многие годы. Так вот этот аргумент ГИФО, что на государственное финансирование нужен честный контролируемый государственным экзамен, очень быстро исчез, так что его мало кто и помнит. Ну а дальше, как и у Кэролла, ход исчез, и улыбка осталась. ГИФО исчезло, а ЕГЭ остался. Да, сейчас быстро и однозначно отказаться от ЕГЭ мы уже не можем. Надо думать, чем его можно заменить, как обеспечить ВУЗы реализацией права на выбор контингента студентов, из которых им готовить специалистов и за качество которых отвечать. Но уже впору задуматься о результатах этого эксперимента. А у нас ни разу не публиковались честные итоги ЕГЭ. По предметам, по регионам баллы. Ни разу они не были опубликованы, и ни разу специалисты не могли их проанализировать. Там же Болонский процесс. Болонский процесс создан в Европе для ассимилирования в Европу контингента студентов, мигрантов из развивающихся стран. Простите, кто у нас развивающаяся страна? Ленинградская область или Новосибирская область образование должно иметь цель, в частности, снабжение экономики страны нужными специалистами. А у нас оно устроено так, что мы превращаем его в социальный институт. Но пусть лучше где-нибудь учатся, чем в подворотне наркотики курят, чем спиваются, в драках участвуют и так далее. Американцы, когда им не хватает специалистов в какой-то области, за бешеные деньги купят программистов из Китая, Индии, России, Израиля, Вьетнама и так далее. А мы должны придерживаться идеологии Чучхе. Россия должна готовить специалистов для себя. И поскольку лучшие уезжают за границу, и понятно, почему уезжают, потому что, скажем, здесь стипендии аспиранта не хватает не то, что на жизнь, а не хватает, чтобы снять жилье человеку в том городе, где он учится в аспиранторе. А в Америке стипендия аспиранта позволяет молодому человеку сосредоточиться на занятиях наукой, не искать приработка, да еще иногда скромно содержать молодую семью. Поэтому уезжают. Уезжают не потому, что не любят Россию, а многие уезжают, потому что хотят реализоваться в своей профессии. И вот этого у нас тоже не позволяет делать баллонский процесс. Мы вкладываем деньги в то, что обучаем людей, которым нужен диплом, по которому они потом работать не будут. И не даем денег тех, кто мог бы составить в будущем гордость российской экономики, российской науки, российской инженерии. И повторяю, мы не сможем, как американцы, покупать нужных специалистов. Поэтому мы должны их воспроизводить здесь, причем в расширенном масштабе, чтобы кто-то из тех, кто должен, кто способен работать, оставались в этой стране. И все наши технические и технологические катастрофы, это, безусловно, отчасти причина этих катастроф, лежит в том, что мы утратили техническую и технологическую дисциплину. Покажите мне, где наше широкофюзелёжное самолётостроение. Где оно, вот где Ильюшинские самолёты? Покажите мне, где наши новые автомобили, которые будет покупать наше население. Покажите мне, где делается поезд Сапсан. Кажется, в Германии мы его заказывали. И так далее. Наш, на который потрачены миллиарды, спутник Фобос-Грунт. Он лежит не на грунте Фобоса, спутника Марса. Он лежит на грунте Тихого океана. Из-за нарушений. Из-за того, что мы развалили конструкторское бюро и на производствах разрушили технологическую дисциплину. Авария Союзно-Сужинской ГЭС. И так далее. Разговоры о том, что мы воспитываем теперь незнание компетенции. Вы доверите своего ребёнка на операцию хирургу, у которого есть компетенция. Он знает, на какой полке стоит анатомия Привиса и четырёхтомник Синельникова, атлас, анатомия человека. Или когда вы хирурга даёте ребёнка, вы предполагаете, что он знает в том месте, где он сделает разрез скальпелем, какие там нервы, сосуды и органы. Есть специальности, в которых нужны знания. Твёрдые знания, а не мифические компетенции. Поэтому сейчас идёт постыдное разрушение системы образования и научной работы в этой стране. А вы знаете, что одним из руководителей реформ является человек, который многие годы был представителем Всемирного банка в Российской Федерации. Это сотрудник высшей школы экономики Ицек Фрумин. Так если руководство Всемирного банка считает, что Россия недостойна хорошего, полноценного образования для всех, и проводник идей Всемирного банка, официальный представитель в Москве, руководит реформой образования, тут споров вспомнить сэра Уинстона Черчилля. Если ваши политические противники начинают вас хвалить, задумайтесь, правильно ли вы поступаете. Я уже совершенно уверен, что внедренцы дистанционного образования с грифом пополам, я уж не знаю, кто с грифом вдоле, но одна из проблем российского образования состоит в том, что в него всё время влезают некомпетентные люди. Дедушка Крылов в своих бессмертных баснях сказал, «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Дело Сбербанка, которым руководит Гриф, а это я напоминаю, принадлежащее государству банк, только что в минувшем году он был куплен правительством России, у Госбанка. Его дело состоит в том, чтобы люди и предприятия получали нужные им для развития кредиты под как можно меньшие проценты. Вы могли получить ипотеку и купить себе квартиру, не расплачиваясь за это каторжным трудом, калечащим и ваше здоровье, и вашу семью, которая не видит работающего папа. И для того, чтобы население, если у него есть сбережения, могло их положить под достойные проценты. Вместо этого мы узнаём, что миллиарды, я не преувеличиваю, вкладываются в совершенно чуждые проблемы. То он содержит, так сказать, Академию образования, психологов и огромное количество высокооплачиваемых специалистов, которые выдают очередные проблемы, так сказать, прожекты. То Гриф говорит, что надо закрыть все физман-школы, но это исключительно, это его слова, это исключительно по неведению. Физман-школы создавались в начале 60-х годов по единому требованию шести, дай бог памяти, у меня дома есть сервис документа, шести главнейших министров оборонных министерств. Потому что страна остро нуждалась в гонке, в космосе, в ядерной гонке, в гонке вооружений, в технологической гонке, самолёты, автомобили, корабли, в новых конструкторах, инженерно-технических и научных кадрах. Гриф просто не понимает, сколько кадров было подготовлено в физман-школах в стране и какого качества специалистов они дали. Он даже не понимает, сколько у него программистов в Сбербанке были выпускниками физико-математических школ. То его вдруг тянет не закрыть физман-школы, а на искусственный интеллект. При этом, ничтоже сумняшись, он говорит, в прошлом году Сбербанк понёс убытки более чем на полтора миллиарда из-за внедрения технологий искусственного интеллекта, но мы будем продолжать их внедрять. Как это надо понимать? Как некомпетентного человека, который вмешивается в чуждые ему области и совершенно не занимается экономикой своего банка. Направлено, повторяю, на то, чтобы поддерживать, в частности, экономику страны, благосостояние и уровень жизни его граждан. А ведь давайте заметим, что во многих регионах Сбербанк – это фактически монополист. Сбербанк есть, а вот Банк Альфы в Ирюпинске может и не оказаться. Поэтому Греф – это позор. Позор, который по непонятной мне причине терпит президент страны и который позволяет ему вмешиваться в процессы образования. Очередные болтуны, вроде Осмолова, который академик Российской академии образования, говорят, что дети перегружены и так далее. Для этого надо реформировать по-другому. Надо делать так, как было в реформу 60-х годов. Обсудить фундаментальное ядро образования. Ядро фундаментальных знаний, которые не устаревают. Которые не устаревают, потому что Земля продолжит вращаться вокруг Солнца, Солнце вокруг центра галактики, в которой находятся и так далее. Фундаментальные знания должны знать все. И не потому, что они их будут помнить потом всю жизнь. А потому что, как сказал Кажет Эйнштейн, образование – это то, что остается, когда выученное забыто. То, что понадобится специальности, нужно знать. Но способность учиться запоминать, анализировать, производить анализ информации, которую действительно можно нагуглить – это и есть образование. Оно должно быть разносторонним и разнообразным во всех областях. И говорить, как сказал бывший первый замминистра Витя Болотов, что знания не нужны, все можно погуглить. Да чтобы его оперировал тот хирург, который во время операции на сердце Болотова будет гуглить, что он делает и какие инструменты надо взять. Это бред, который опять чреват тем, что большую часть страны будут оперировать, лечить и учить те, кто учился таким образом, а почему-то Болотов поэт оперирует свое сердце куда-нибудь к специалистам, либо выжившим в этой стране и подготовленным старыми методами, либо за границу. Поэтому, честно говоря, дистанционное обучение обсуждать всерьез надо в двух аспектах. Первый. Вот во время войны раненый мог погибнуть, если его срочно не перевязать. Был медпункт, условно, в батальоне, вернее, санитар в роте, врач в батальоне, эвакопункт, чтобы их эвакуировать в тыловой госпиталь, где будут заниматься специалисты. Дистанционное обучение нужно и может быть востребовано как скорая помощь в минуты кризисов. Да, сейчас такой кризис есть. И что оказалось? Что многомиллиардные уже в долларах траты на цифровизацию и дистанционное обучение оказывается были потрачены черт знает на что. И что в минуту кризиса у нас нет этого самого эвакогоспиталя. Не сработало. Не подумали о том, что во многих семьях у меня есть ученица, кстати, золотая медаль Международной Олимпиады, вполне обеспечена. У нее в семье двое детей. Они сели с мужем на дистанционку, у них было два компьютера. А как учиться двум детям? Или как работать двум родителям? А во многих регионах России я не буду говорить про широкополосный интернет. Просто в семьях нет компьютера для ребенка. Я уже читал советы некоторых региональных руководителей образования «Учителям учить по телефону». Простите, кто учителям оплатит телефонный трафик? Кто, скажем, мне оплатит в ВУЗе трафик для обучения студентов дистанционного? Кто оплатит бедному учителю создание помимо очных дистанционных обучающих материалов? Но речь даже не о зарплате. Повторяю, мы не были готовы к использованию технологий дистанционного обучения, как ИВАКО-госпиталь в минуты кризиса. А теперь нам предлагают его внедрять в качестве панацеи для всего образования. Давайте вспомним советские времена. Лучшим считалось очное образование. Студент занимается только учебой. Его стипендии хватает на очень скромный образ жизни. Он может сосредоточиться на учебе. Хуже – это вечернее. Человек работает вечерами, учится. Усталый. После работы. Не всегда в силу графика работы может прийти. И, так сказать, худшее образование – это заочное. Оно было предназначено, во-первых, для людей, которые связаны с профессией, которую получают. У которых есть практический опыт работы в отрасли. И которые добирают необходимые теоретические знания в заочном обучении. Заочное обучение требовало, первое, того, где человек набирает практический опыт. И второе – высочайшей мотивации, чтобы в свободное время вместо отдыха и поддержания себя как личности он учился. Когда сейчас дистанционку внедряют в первый класс, да простите, я отлично помню себя первоклассником, поиграть во дворе в футбол или ходить на рыбалку мне было гораздо приятнее. Начало учебы практически всегда связано с некими элементами принуждения. Это писали и наши классики образования Ушинский. И когда-то говорил классик, швейцарский педагог Пистолоцци, а когда первокурсники, которые еще не научились учиться, попадают на дистанционное обучение. Ну, я вспоминаю своих прошлогодних первокурсников в университете. Вот сейчас я их бьюсь за право доучить их очно в этом семестре. И они просят очного обучения. Компьютер и экран не отвечают на вопросы. Компьютер и экран не передают эмоции. А хорошее образование – это еще и воспитание не человека, а воспитание, в частности, специалиста. Кстати, образование с воспитанием – это не диплом. Это еще, особенно школьное образование, подготовка человека, который становится не обладателем аттестата от среднего образования, а гражданина этой страны – это еще и социализация. Простите, это не передается через экран, через книжку и так далее. Дистанционные технологии – это инструмент. Я вам привел пример с гильотиной. Да, если я преподаватель географии, я с удовольствием использую программу, которая, если у школьника есть большой достаточно дисплей на парте, я с удовольствием ему поставлю программу, в которой голая карта Российской Федерации, и справа наплывают регионы. И он должен регион поставить на свое место по границам, чтобы знать, где он находится. Так, географию Российской Федерации, политическую, учить легче. Но, повторяю, здесь компьютерный инструмент, а не цель. Что такое Российская Федерация? И так далее. Привить ему любовь к родному региону, и неважно, Кемерово это, Республика Якутия, Алмазная Радуга, или маленький городишко, Луга на юге Ленинградской области, Петербургской губернии, может только человек, педагог. Мы отнимаем таким образом массу функций. Мы ухудшаем качество образования и делаем его недоступным. Кроме того, происходит расслоение. Давайте заметим, что почему-то обеспеченные люди стремятся учить своих детей и в Америке, и в других странах, и в России очно. Мне сегодня утром коллега из Москвы привел статистику. В Москве большинство частных школ продолжают работать. Там в классе мало народа, они сидят на расстоянии безопасной медицинской дистанции и продолжают работать очно. Поэтому дистанционное образование для всей страны, повторяю, это не КВАК и госпиталю, мы не готовы. Дистант в масштабах страны как чрезвычайная мера провалился неготовностью и впору ставить вопрос о том, куда ушли деньги, которые у нас просили. В качестве всеобъемлющего образования это будет крах в двух вещах. Это будет крах подготовки специалистов. За это я ручаюсь. И второе, это будет окончательный крах социальных лифтов. Потому что только обеспеченные люди могут нанять репетиторов и живых педагогов своим замечательным деткам. А обеспеченные люди это не всегда родители наиболее одаренных школьников и не всегда, скажем так, лучшие люди, которые будут стремиться оставить своих детей в этой стране или в своем регионе развивать ее экономику. Поэтому крах социальных лифтов это угроза точно так же распаду страны. Ломоносовых не будет. В деревне Холмогоры в рыбацкой артеле очень будет плохо и с широкополосным интернетом и с мониторами на столах у каждого школьника, да и с созданием мотивации учебы. Поэтому безусловно лелеемый цифровизаторами переход на дистанционное образование в масштабе всея Руси приведет к краху российской системы образования гораздо большему. Повторяю тезис, с которого я начал развитие образования сейчас происходит от плохого к худшему. Мы унаследовали не безгрешную но очень хорошую систему советского массового образования, замечательную систему советского образования одаренных детей. Я присутствовал несколько недель назад на встрече с помощником президента Фурсенко и министром Кравцовым с победителями международных олимпиад. Мы все еще в этом классе за несколько часов до вас сидел школьник, который после девятого класса получил серебро международной олимпиады. Нам не надо доказывать, что мы еще способны на высоком уровне научить мотивированных школьников так, чтобы они в сборных страны получали медали олимпиад. Но куда они потом денутся при нищенских стипендиях аспирантов? Куда они потом денутся от 20-тысячной зарплаты молодого ассистента в ВУЗе? за границу где им будут созданы условия для работы. Даже тех, кого мы стремимся и можем хорошо научить, мы теряем. Мы теряем из-за странных вложений денег. Я могу сейчас, если позволите, посмотреть на цифры, которые я увидел в одном из документов Госдумы, где предлагаются те деньги, которые, а это кажется миллиарды, те деньги, которые предлагаются потратить на премии госчиновникам, где их предлагаются перераспределить. Знаете, товарищ Сталин, как известно, имел очень неплохое образование в виде горийской семинарии, кажется. Так вот, семинарии его хорошо научили, поэтому очень многие лозунги, которые он провозглашал, это переиначенные цитаты из Библии. Вот я хочу напомнить цитату из соборного послания апостола Иакова. Покажи мне веру твою из слов твоих, а я покажу тебе веру твою из дел твоих. Сегодня с ужасом я прочел следующие цифры. Один из руководителей думских фракций сообщил, что сегодня будет рассмотрение главного документа страны, бюджета на будущий год, и в нем на премии чиновникам заложен 201 миллиард рублей. за какую деятельность, что у нас в стране так замечательно сделали чиновники, что замечательного сделала чиновница, которая посоветовала нищим пенсионерам буквально оторвать задницу и найти себе какую-нибудь работу, что делали организаторы здравоохранения, организаторы образования, 201 миллиард на премии, предлагалось вместо этого направить 56 миллиардов на индексацию пенсий работающим, 16 миллиардов на индексацию пенсий военным, 30 миллиардов детям войны, 12 миллиардов на образование и 15 на здравоохранение. Оказывается, у нас главная болевая точка в стране это чиновники, которых расплодилось гораздо больше, чем было в Советском Союзе. Цифры страшно сравнивать. В Союзе было 300 миллионов населения в два раза больше, чем сейчас, гораздо более мощная экономика, и он как-то обходился меньшим числом чиновников, а вот сейчас чиновникам 201 миллиард, при том, что у нас кризис во все, и виноваты в этом кризисе зачастую эти чиновники. Повторяю, с моей точки зрения, деньги на дистанционное обучение и цифровизацию были неприличным образом потрачены нецелевым манером, мы оказались не готовы к тому, где дистанционные технологии были нужны в качестве аварийных мер в кризисных ситуациях, одной из которых стала эпидемия, которая есть. Мы оказались не готовы к их использованию у нас нет ни технологии, ни контента, ничего, и мы даже не исследовали вопрос о том, а что же полезного-то могут дать дистанционные технологии по сравнению с тем, что я могу сделать у этой доски мелом и тряпкой. Стоит ли тратить деньги на дорогостоящую технику, технологию интернет, если цель можно достигнуть проще, дешевле, и качество работы будет лучше. Так что вся цифровизация это мыльный финансовый пузырь с радужными пленками. И повторяю, цифровизация, дистанционное обучение и дистанционные технологии это инструмент. А по поводу инструмента я вам уже сказал, гильотина была задумана для спасения жизни людей при ампутациях. Так вот сейчас, повторяю, изначально цифровизатор песков, не путать, с пресс-атташе президента, цифровизатор песков безусловно обманывает нацию и технологии, которые нам предлагают, приведут в перспективе, если они будут внедрены к распаду общества на социальные слои богатых, бедных, обеспеченных и образование будет действительно социально ориентированным. бедные станут учить своих детей дистанционно, богатые станут их учить очно и хорошо, но ведь беда в том, что дети богатых не всегда станут нашими лучшими конструкторами, лучшими инженерами, лучшими полководцами. Господь Бог распределяет способности относительно случайным образом. может оказаться, что никакие Ломоносовы и Путины, которые вышли из самых простых слоев общества, не достигнут того положения, которое вполне заслуживали. В разных местах это проходило по-разному. Повторяю, летние экзамены и защита дипломов в таком режиме были необходимостью. как можно оценивать то, что больному спасли жизнь, но Шоф обезобразил его плечо, потому что он кривой и на пляже ему раздеваться будет неуютно. Это была жестокая необходимость. Сделали так, как могли. Те, кто старался сделать как можно более ближе и строже к реалиям мощного обучения, спасибо им огромное. Возможно, кто-нибудь в масштабах страны спустил рукава и решил, что вообще-то отчего? Я же могу в халате не слезая с дивана. Кстати, заметим, что дистанционное обучение портит и студентов условных первоклашек за столом, которые могут дома, не вставая с кровати, послушать слегка урок, поиграть в куколку, но портит и весь класс преподавателей, потому что дома и в халате я не соберусь с духом нести лучшее, что есть во мне и в моем предмете людям, которые потом станут будущими учителями и которые должны будут зажигать факелы знаний и душевный огонь в своих будущих учениках. это удар классовый, разлагающий точно так же класс преподавателей, которые в домашних халатах замурзанные и зачуханные, отрывая, а может и не отрывая задницу от дивана, можно отключить собственно экран и только говорить, будут учить из дома. плохо оцениваю как перспективу делать это постоянно и все время в халатах и оцениваю как насущную необходимость то, что это было сделано этим летом. Кстати, хочу заметить, во всем этом было одно прогрессивное явление. Я много лет призываю отменить обязательный ЕГЭ для тех, кому он не нужен для поступления в ВУЗы. Еще на форуме Общероссийского народного фонда в Пензе я предложил президенту Путину, который сидел рядом со мной на сцене, отменить ЕГЭ для тех, кто не собирается им пользоваться для поступления в ВУЗы. Просто выдавать этим людям аттестат об окончании средней школы по итогам обучения в школе. И он согласился с тем, что интересная мысль, потому что не нужно нам совершенно тратить деньги, а это миллиарды, на то, чтобы пропустить через горнила входных рамок, спасибо без собак, обшмонание тех, кто идет на экзамен, если он всего лишь хочет получить аттестат и пойти работать. Да, если тебе нужно поставить документы в ВУЗ, сейчас альтернативы ЕГЭ нет, но давайте хотя бы сэкономим народные деньги. Так вот в этом году это произошло. Вы видите, чтобы у нас что-то обвалилось, развалилось в стране. Вы наблюдаете катастрофу из-за того, что в этом году из-за эпидемии мы выдали аттестаты тем, кто не попал в ВУЗы и не собирался туда идти по итогам обучения в школе. «Покажите мне покажите мне ту катастрофу, которая это привело». Вот позитив дистанционного выдачи аттестатов был в том, что выдача аттестатов без ЕГЭ тем, кому они не нужны, не привел на глазах всей страны никакой катастрофы. И хорошо было бы сделать это и дальше. И одна из думских фракций, а именно «Справедливая Россия», внесла в июне закон, законопроект, точнее, еще не закон, об отделении школы от ЕГЭ, в котором сказано, что надо отменить обязательный ЕГЭ для тех, кто не собирается подавать его результаты для поступления в ВУЗы, сэкономить деньги стране и вернуть хотя бы частично школе статус самостоятельного общественного института. Пусть она хотя бы кому-то выдает аттестаты по результатам обучения в школе. И никакой катастрофы от этого не произойдет. У нас и президент, и министр просвещения столько раз говорили, что никогда дистанционное образование ни по качеству, ни по затребованности не заменит общее очное образование. И столько же раз их подчиненные говорили, что надо внедрять, что надо впору выбирать, кому верить. Я предпочитаю верить словам Путина и министра о том, что никогда дистанционное образование ни по качеству, ни по значению, ни по востребованности в стране не заменит нормального очного. Повторяю, есть такой термин медицина катастроф. Вот по отношению к образованию дистанционное образование имеет право на существование в двух ипостасях. Первое, как медицина катастроф. И второе, если мне предъявят в результате не болтовни, а смоловских болтунов, а если мне предъявят как результат научных исследований, доказанных в результате эксперимента, что дистанционное образование по таким-то предметам, в таких-то разделах дает преимущество, потому что позволяет быстрее и прочнее усвоить знания по такому-то разделу, чем образование мелотряпки и наглядных учебных пособий. Во-первых, это безграмотное заявление, потому что качество и количество, как нас учит философия, это две характеристики любого процесса. Качество бывает и высоким, и низким. Качественное образование, как и все остальное, бывает всегда. Правда, качество бывает дерьмовым. Раз, два. Музаев это надзорная инстанция, это вообще полное безобразие, когда в стране есть два министерства, которые заняты делом, просвещение, это детские сады, школы и среднее специальное образование, Минобранауки, которая занимается вузами, и надзорная организация, которая вместо того, чтобы следить за исполнением законов, присваивает себе право выдавать или не выдавать аттестаты, пропускать или не пропускать вузы. Это разврат, когда тот, кто не отвечает за качество работы, имеет право контролировать тех, кто занимается делом. Комментировать слова Музаева, который не создал ни одной успешной образовательной системы, ну, в общем, должно быть ниже уровня достоинства любого профессионала. Болтовня, к тому же противоречащее словам президента и министра. Мы же должны уважать слова президента и министра больше, чем слова надзорной организации. Родители обманывают и втемяшивают заведомую ложь для того, чтобы снизить угрозы социального взрыва и массового недовольства. В стране пишут петиции родителей о возвращении к очному обучению, студенты пишут петиции о снижении или об отмене платы за образование студенты-платники, потому что качество дистанционного образования ниже, пока это еще не преддверие социального взрыва, но это уже достаточно массовое возмущение, причем многих слоев населения. Родители, которые должны думать, как ребенок должен быть дома один, если они на работе. Студентов, которые получают телепередачу о том, как хорошо бы их учили, если бы они были на занятиях по этому предмету и как они могли бы усвоить эти знания. Есть специальности, где вообще невозможно дистанционная передача знаний. Предложите в Вагановке балерин учить по телевизору или учить студентов-медиков. Не на больных делать уколы и не на муляжах, а так вот по телевизору. Поэтому Музаев либо лукавит, либо некомпетентен и не разбирается в том, к чему призывают. И то и другое трагично для страны. Фундаментальные знания, таблицы умножения, анатомия человека и многие другие вещи не устаревают никогда. А выделение фундаментального ядра школьного курса, на основе которого возможно построение вариативных траекторий образования, должно базироваться на науке. На науке. И хватит разлагать научные и учебные заведения болтовней. Нам хватит Васильевой, которая из Министерства обороны стала почетным членом Академии художеств. Нам хватит призывов сделать почетным академиком патриарха. Давайте будем разделять, пусть каждый займется своим делом. Если Васильевой нравится рисовать, пусть она рисует свои картины. Вот, можете посмотреть на них в интернете. Если Академии художеств нравится таких людей принимать в почетные члены Академии художеств, ну, это репутация Академии. Я не хочу умарать свою репутацию признанием того, что Болотов говорит искренне и правильно. Я знал его другим человеком и не хочу верить, что он искренне считает то, что говорит. Если какие-то обстоятельства его вынуждают это говорить, мне жаль страну и учебное заведение, в котором он работает, и мне стыдно за обстоятельства, которые вынудили его это сказать. Право не учить и право не учиться, выпуская. Это разврат, который начался с баллонской системы. Потому что когда в магистратуру по специальности учитель математики приходит девушка, у которой бакалавриат института физкультуры, это не специалист. Мы теряем в качестве подготовки специалистов уже на этом разрыве. Так вот, повторяю, это один разрыв. У нас допускается поступление в магистратуру людей, у которых бакалавриат закончен по другой специальности. Так что, на все эти четыре года бакалавриата можно махнуть рукой, это не нужно, может тогда сразу магистратуру и дипломчик. А высшей квалификации не надо, мне не хочется, чтобы такое было. В этом году к нам в аспирантуру по математическому анализу подавала девушка тоже, у которой магистратура института физкультуры. Почему-то она отказалась от мысли поступать в аспирантуру. Спасибо ей огромное за это. Не пришлось выяснять, что же она знает по предмету. А индивидуальные траектории это как? У меня с этим предметом не получается, давай-ка я займусь этим. Простите, когда мне говорят, что человек X с гуманитарным уклоном, я про него начинаю думать, что он прекрасно знает историю, что он прекрасно знает литературу, а вовсе не о том, что этот бездельник ни хрена не знает по математике и физике. Давайте мы не будем путать понятия. Есть специальности гуманитарные, естественно научные, связанные с IT технологиями, медицинские, художественные, творческие, но каждый из них подчиняется закону Козьмы Прудкова. Специалист подобен флюсу, ибо полнота его односторонняя. В чем-то он должен быть специалистом и бездельника, лентяя, неспособного человека переводить на индивидуальную траекторию, когда он не освоил то и другое и третье, чтобы найти хоть что-нибудь, к чему он способен, он не способен к умственному труду. И такие люди не должны получать диплом о высшем образовании. Эти призывы это позор для учебного заведения. можно вспомнить, что Эйнштейн довольно хреново учился в колледже его предрежащего считали тупицей. Кажется, тупицей считали в детстве Нильса Бора. Очень многие люди в детстве не обнаруживали ярких способностей. но потом находилось то, что их заинтересовало, они начинали работать, пахать на это и очень сильно росли вплоть до вершин в своих науках, в своей производственной деятельности и так далее. Слишком ранняя диагностика педологической способности, а тем более генетическая, мне не нравится. Точно так же, как вы спрашивали про призывы родителям и так далее. Призывы и пропаганда можно пропагандировать неполноценность цыган и славянских народов. От того, что пропаганда будет вам лезть из всех динамиков, от того, что ее будут внедрять в умы немецких школьников, от того, что Геббельс, министр пропаганды, будет ее вещать, а его подчиненные поддерживать, слова этой пропаганды не станут истиной. Мы можем призывать к чему угодно, к Евгенике, улучшению человеческой породы. Можно уничтожить было неполноценного физически Стивена Хокинга. Какого черта? Ну, неполноценный же. А еще, не дай бог, детей заведет, а у него генетические дефекты. Я очень плохо отношусь как к ранней диагностике способностей, их отсутствия, так и к попытке псевдонаучными неопробированными исследованиями это оправдывать. Хочу за компанию нашим безграмотным чиновникам сказать слова опробованный и опробированный это разные слова. Опробованный это попробовать, а вот апробацию по латыни означает одобрение, а то у них сразу, вместо того, чтобы попробовать и посмотреть, как получится, у них сразу все становится опробированным, то есть заранее одобренным, без всякого эксперимента. Так что никаких технологий, не прошедших апробации и в истинном латинском значении, а именно проверки в результате эксперимента рассмотрения его итогов и только такого одобрения, а не заранее, потому что кто-нибудь дядя Эдик или дядя Греф или дядя Осмолов это одобрит на уровне своей болтовни человека, который когда-то возможно был ученым, это не повод принимать судьбоносные решения для страны и в частности ее системы образования. Это угроза. И это повторяю, эти угрозы возможно двух сортов. Дурак, который не понимает, что говорит и к чему призывает и подлец, если он понимает. Технологии не имеют апробации отдаленных последствий таких экспериментов и обсуждать это сейчас это маниловщина. Чистая маниловщина. Следить какую-нибудь эдакую науку это не ко мне. Я человек, отвечающий за конкретные образовательные системы. Я в них участвовал, я их отчасти строил как мат-центр и так далее. Обсуждать болтовню это ниже достоинства профессионалов. Все будем в игрушки играть. Серьезные вещи делать не умеют. Клиповое сознание у них. Им хочется от одной успешной премии за одну мистификацию получить следующие деньги на другую. Но дети играют в игрушки. Игрушки не безвыгодны. Им за это хорошо платят. Кто? Не знаю. Почему? Тоже не знаю. Существуют технологии обучения игре. Но прежде всего умственный труд это труд. А бывает тяжелый умственный труд. Мой ученик Гриша Перельман 9 лет пытался доказать гипотезу по Анкаре. Вот мать носит ребенка 9 месяцев и хочет, чтобы он родился здоровым. А он 9 лет без надежды на успех не знаю получится доказательство или нет занимался научной программой. Многие ученые инженеры и конструкторы годами занимаются серьезными проблемами. И воспитывать надо длительность концентрации внимания на проблеме. Глубину покружения в проблему. способность заниматься серьезными вещами, когда у тебя нет сиюминутных успехов. Игрушки клипового сознания, когда без конфетки там в виде кошелька с деньгами премии или чего-то эти люди не способны ничего делать, демонстрируют детскую наивную сущность того бреда, который они несут. они не умеют его давать никому. А способными будут объявлены дети тех, кто способен заплатить за очное обучение. Эти люди не построили ни одной успешной образовательной системы. Даже тот же Ярослав Иванов Кузьминов. Это невоспроизводимо в массовых масштабах и обсуждать это всерьез пожалуй не стоит. А образовательная система, в частности система среднего и высшего образования это система массовой подготовки специалистов. Как сказал святитель Лука Крымский архиепископ и великий хирург я много раз вскрывал черепную коробку, но ни разу не встречал там ни ума ни совести. Даже если мы вскроем черепную коробку Грефа мы не поймем мотивов по которым он что-то делает. А сам он нам правду не скажет. Во-первых научность. Во-вторых неизменность обязательного усвоения фундаментальных знаний. В-третьих интеллектуальная честность. Интеллектуальная честность нельзя одной рукой считать модель библейского происхождения мира истиной, а другой рукой говорить, что произошел большой взрыв и сингулярности родилась вселенная. Фундаментальные повторяю принципы в общем светском подчеркиваю светском я не покушаюсь на религиозную должность. образования должны быть связаны с наукой. В-четвертых доступность. В-пятых образование должно способствовать и системе образования социальным лифтом, чтобы каждый человек получил в обществе место достойное его способностей, до этого получив то образование, которое в силу способности он может усвоить. Этих принципов очень много. Это принципы в большинстве случаев сочетают социальную справедливость с потребностями государства. Прежде чем говорить о принципах, давайте мы сформулируем какое образование и для чего нужно этой стране. Без государственной политики, в которой слова совпадают с делами, все остальное будет разговорами. Опять же могу вспомнить слова товарища Сталина, вернее слова святого апостола Иакова из второго соборного послания, процитированные Сталиным. Единство слова и дело. Я не умею говорить о гражданстве, о патриотизме, я могу только сказать, что я ни в какие годы, ни на какие лестные предложения уехать за границу не откликнулся и продолжал работать здесь. И пока у меня есть возможность, я буду продолжать это делать. Я умею демонстрировать свою точку зрения не словами, а делами. Очень хочется, чтобы точно так же наши реформаторы демонстрировали свою точку зрения лично, чтобы у тех, кто строит систему образования, дети учились здесь, а не в Америке, чтобы у тех, кто строит систему здравоохранения, не было страха отправиться на операцию в Московский Центр сосудистой хирургии имени Бакулева. Единство слова и дело. Вот ровно библейская истина, евангельская, если угодно. Я хочу, чтобы у нас было единство слова и дело, чтобы реформаторы отвечали за те слова, которые бросают, чтобы не убегали от анализа результатов их деятельности, чтобы те, кто что-то предлагает, не боялись, как Кузненов, встреч с острыми полемистами, которые могли с ним поспорить и опровергнуть его точку зрения. Я не знаю, как воспитывать гражданина. Не существует в некотором смысле никаких способов воспитания отличных от личного примера. Именно поэтому очное образование, когда личность воспитывает личность и личность передает знания другой личности, незаменимо в воспитании полноценного специалиста и полноценного гражданина. А никакие бумажные законы и отчеты об успехах воспитательной работы нам не дадут гражданина. Простите, как сказал один военный, большая часть наших военных во время распада союза изменила присяги. Мы будем их поименно перечислять, загибать пальцы или показывать пальцем и говорить, что они плохие граждане? Не знаю. Давайте смотреть на поступки. Это во-первых. Во-вторых, люди меняются. К сожалению, те, кто пытается сказать народу правду, как правило, лишены трибуны, с которой они могут ее говорить. Так что спасибо за возможность высказаться. Безусловно, я буду признателен если с новыми вопросами вы обратитесь не только к тем, кто будет говорить, как у нас все хорошо, а будет еще лучше, а к тем, кто способен рискуя. Если не своей репутацией, то теми людьми, которые с ними связаны, своими образовательными системами, в которых люди за которые отвечают, которые попытаются сказать правду или хотя бы выразить опасения тем, что не все, что делается к лучшему и не все, что говорится, является правдой. Спасибо. 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 .